Ярдер? А, сейчас я расскажу. Он ставится только на Windows Server 2008 и Windows 10. Лучше всего делать это на домен-контроллерах 2008. Там его на самом деле место. Так он увеличивает нагрузку на самом деле? Нет, это всего лишь средство редактирования. Нет, там же 20 данных. Крайне небольшие. А если большие? Все равно. Там используется то, что называется Windows Internal Database. Это SQL Server Compact Edition. Она в 2003 году? Нет. Ничего не работает. Сам сервер. Ничего не работает. Ничего не работает. То есть, итак. Тула предназначена для контроля за изменениями групповых политиков. За делегациями групповых политиков. Обратите внимание, сейчас версия 2.5. В этом сентябре будет обновляться весь МДОП. Выйдет версия 3.0 для работы системы. Все очень просто. У нас есть сервер HMP, на котором все это дело развертывается. Вот вопрос, куда устанавливаться. Может быть установлен на домен-контроллер. Может быть установлен на отдельный сервер для работы. И, собственно говоря, мы здесь контролируем политики. Сюда они реплицируются. У нас есть административный десктоп, который устанавливает компоненты клиентские. На этих клиентских компонентах мы, собственно говоря, и работаем. Особенностью работы... Да. А домен какого уровня тоже? А домен не имеется. Я вам это все расскажу. То есть установка. Установка, поддержка только сервиспака первого или 2008 серверов. Не поддерживается нашей установки 2003 и тому подобное. То есть работает исключительно на 2008 и 2010. Все. Это связано с проблемами API. Это не значит, что оно не будет работать как бы на обыкновенных системах. То есть все, что поддерживается самими групповыми политиками, будет работать. Да, так сказать? Вот вопрос. Все спрашивают. Сервиспак 1, 2008, 64-битные системы. Операционные системы при Windows, сервиспак 1, 2003 и тому подобное не поддерживаются. Не поддерживаются с точки зрения именно изменения API. Распространение через Software Assurance, если у вас такая подписка есть. Версии 2.5 и 3.0, они между собой несовместимы. То есть вы должны будете снести 2.5 и поставить 3.0. Если вы планируете... Поставили уже или еще нет? Ну вот, подождите, поставьте 3.0. А к чему у вас все? Так, это опять надо будет заказывать, да? Что у нас к чему будет? Software Assurance идет к клиенту, видите? Windows Client плюс MDOP, поскольку это desktop optimization парк, Software Assurance у вас должен быть к клиентскому венде. Да. А чем отличаются 3.0? А вот я что хочу включить. Поддержка 64-битных версий, поддержка в ополисе преференции, которых нет в 2.5. Различные настраиваемые разрешения можно самому писать их. Можно более подробно отслеживать изменения, кто, когда и тому подобное. Управление истории, это практически можно удалять. Обязательно, есть ли повторные версии? Нет. То есть как бы... История должна быть? История есть. А управление историей? То есть она как начало писать политику от царя Гороха. А мне ну не нужно. Мне нужно сархивировать, допустим, часть этой истории. Ну зачем? Часть каталогов можно архивировать. То есть я не хочу, чтобы они у меня были целиком архивы. То есть можно туда отправить. То есть... Так вот. Самое главное. Это инструмент управления. Инструмент управления поддерживает только 2008 сервер и сервис парк первой квистик. Но те изменения, которые внесены в групповую политику, поддерживаются любой системой, которая понимает эту групповую политику. Если вы меняете там десктоп-картинку, то одним отнимается от 2000-го клиента или сервера и выше. Мы просто поменяли политику и положили на соответствующий элемент контроля. Если же вы меняете что-то, связанное с листой через группу или связан консоль, оно меняется только для листа. Понятно. Не будете элементу администрирования и элементы самого управления групповых политик. В этом вот особенности. Дальше, если у вас там нет какого-то конкретного сервера 2008-го, поставите одну внутрь него Windows. И будете через нее брать. Можно делегировать. То, что я говорил, делегация прав на архив, делегация прав на уровень перемена, делегация на отдельные групповые политики, специальные права типа Full Control, Improver, Reviewer. Там можно все написать для себя. И, собственно говоря, для чего это сделано? Вордфлоу. Разработка. Контроль. Checkout. Редактирование. Check-in. Запрос на внедрение. И, собственно говоря, рекорды, как эта политика была внедрена. Все это работает в полном мере. Причем еще поддерживается в режиме офлайн. То есть, если я разработаю какие-то политики, мне не обязательно быть в домене. Мне не обязательно над этим делом сидеть, думать. То есть, я могу загрузить на свою административную консоль необходимые политики, экспериментировать там с виртуальными машинами, после чего в офлайне загрузить. Microsoft Application Actualization. Вот это вот, как бы, в следующей части, то есть, ну, честно скажу, АИС очень применима для небольших организаций, для крупных не очень интересно. То есть, групповые политики как раз только для крупных, потому что для маленьких, где вы сами себе друг, хозяин и брат, в принципе, вы знаете, чего вы делаете. Когда политики там слишком большие, там, мегабайты, мегабайты данных, да, тогда в групп-полисе мы этого консоль нужен. Dark нужен исключительно для больших систем. То есть, когда у вас маленькая компания, ну, легче подойти с диском, загрузиться с него. Что же касается Microsoft Application Actualization, они применимы, опять-таки, для всех. Почему для всех? Потому что очень часто сталкиваются с неразрешимыми проблемами, конфликтом приложения. Одно приложение мешает жить другому приложению, несовместимость версии приложений и так далее. То есть, это основная задача, которую решает Microsoft Application Actualization. Оно присутствует в двух вариантах. В Desktop Optimization Pack и Post Software Assurance, оно предназначено для локальных ПК. То есть, это средства монтализации на локальных машинах. Для того, чтобы любое ПО, которое ваши юзеры хотят, даже самое несовместимое, всегда работало. Жалуйте. Ваши ноутбуки поставляются с листой и офисом 2007-м. У нас и офис 2003-й. Что делать? Да, сносите 2007-й, мы же за него заплатили, сколько нервов он и так далее. Не проблема. Application Virtualization, который вы получили, как бы, берете на этот ноутбук, распространяете нужный вам офис. Вторая часть доступа терминала в Application Virtualization позволяет вам создать динамическую инфраструктуру для того, чтобы все пользователи на каждом терминале, особенно если это ферма терминалов, получали необходимые приложения, необходимый софт. Как это все работает? Все это работает очень сложно на самом деле, пока не послушали лекцию и не поняли весь основной идеологии процесса. Идеология процесса крайне проста. Есть так называемый Sequencing. Sequencing – это процесс, который вы должны пройти. Есть Tool-A, который устанавливается на админскую машину или на какую-то машину заранее подготовленную, где будут все мероприятия проводиться. Это Tool-A анализирует процесс установки и работы приложения. Это Tool-A смотрит, куда лезет приложение. Ну, чтобы долго не рассказывать, Partable Application'ами все пользуются? Вот пираты. Закачали головой. Давай-то не сделаю. Вот эти. Пользуйтесь. Они делаются по такому же принципу. То есть, их Tool-A для создания Partable Application, тот же Install Shield и тому подобное, анализируют, куда лезет приложение, куда оно пытается засыпать, куда оно пытается залезть при своем старте и тому подобное. В результате появляется некая последовательность. То есть, процесс установки, процесс распаковки, процесс записывания себя на диск, процесс старта – все это анализируется и получается некий пэккедж. В этом пэккедже находятся разные вещи. Образы, необходимые иконки, куда оно там себя прописало, куски реестра, куски памяти, куски DLL, которые необходимы еще для системных DLL. Все. Процесс готов. То есть, в принципе, имея Virtual Application, вот комплект, может быть такой комплект распакован и разбросан по любым машинам. Чем я сейчас чуть позже расскажу. Самая интересная вещь – вы можете упаковать его обратно в MSI. То есть, теперь уже сам пэккедж упаковывается в MSI, у него там небольшой размер изменяется, пару мегабайт записывается. Эти пару мегабайт плюс сам пэккедж отдаются, клиент запускает, у него само все раскладывается, у него прописывается виртуальная среда, прописывается клиент для запуска этой виртуальной среды на клиентской машине и все, получается работа. Интересные вещи, да, то есть, как бы. Продолжение следует...